Добрый вечер пани Тапановы, добрый вечер дорогие любители шахмат на часах 9.00 и это программа Чисток, программа о шахматистах, о шахматах, о тех кто любит шахматах и мне очень приятно я очень доволен как слон можно сказать я рад представить Володимира Грабинского Володя привет Добрый вечер всем тоже приятно я слушал много передач мне тоже было интересно слушать хорошие были спинбосильники и задолнем поспелкуемся да Владимир заслуженный тренер Украины и очень много титулов я знаю тренерских да но обо всем этом мы поговорим опять же дорогие дорогие зрители задавайте вопросы вы можете оставлять свои вопросы в чате постараемся на всех их ответить как сможем да ну вот для начала такой мой традиционный скажем так бату бату традиционный давай давай Володя порешаем такой тактический штурм готов ну я не скажу что зовсім готовы куда дитись да правильно поздно бояться да так хорошо все а теперь я это теперь я тебе вызов и в начнем так жду значит три минуты на наши поехали так мат простой тут вроде фигуры можно опять мат 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 можно от есть опять маты у нас любимые тут похоже так на 5 заберем фигуру мат наверное оставить то фигуру можно от есть так шаг и забрали 7 мат и тушах надо дать точно нашел тут можно от есть ну тут дадим от так как тут интересно а конечно не заметить связку так вилка так ну тут какой там мат должен быть ой ошибся ошибка так собрали так надо постоять ошибка а все уже до отстрелялся на так даже сейчас что-то не могу понять один тут сильный ход да ну что вышел победить 29 19 ну что реванш на все а готов к реваншу так что-то я не слышу сейчас проверим нашу связь а владимир так действительно есть есть питание но у нас немножко пропала до связь вадим так что реванш или я думаю что то безнадейно справа но хорошо давай да хорошо давай интервью вот да ну видишь на больше тренироваться да ну такая игра да ну не знаю опять же вот как ну сразу тебе вопрос как ты относишься вот именно к такому тактическому штурму а у меня как-то був досвід я одно я своему учням порекомендував но оно дійсно цікаво дитям дуже и звичайно что они задоволен им это роблять я порекомендував так само и развязывать еще с комикой задачки и потом смотрю что в турнире происходит не то на что я ожидал он очень быстро играет и работает там какие-то ходи которые на два хода не прорахованы кучу тактических помилок ніби багато часу провел за решением тих задач а в результате стала вся ситуация гірше ніж ранее было и выяснилось что ну как на мой взгляд это больше привчает шлипать швидко и не прораховывайте наслідки ниже ну тут совсем трошки иначе речь ниж потребна в час магань поэтому сказал прекратить негайно я понял но в принципе тоже такой совет дал мне просто именно уровень задач немножко не нравится опять же те же маты в один ход не бывают задачи какие-то интересные сложные но вот этот ну уровень но это больше игра с моей точки зрения потому что все-таки лучше с книжечкой решать задачки там намного интереснее так но хорошо вот тут был бы возможность поставить якусь нижню планку по рейтингу там задач и воно тоди бы дейсно был бы стимул там с кем-то посадить и позмагаться но правильно что для детей это было бы шикарно справа только вот треба полностью вимкнуть тот момент вот этих элементарных прикладов чтобы было подумать хоть трошки да да не ну есть они там это да у нас новые подписчики рады приветствовать вас да пазл раш по-моему там не ограниченное время можно думать но там скажем всего три ошибки можно сделать ну тоже интересно посмотрим еще и еще не пробовал но принципе это интерес так ну ладно давай к интервью действительно интересно послушать тебя послушать ну для начала мой традиционный вопрос твои первые шаги в шахматах то научил и как вообще складывались юношеские годы ну справа в том что в мене мене навчил играть в шахте дідусь он очень любил эту игру он родился в нас на украине но с бравою висели в казахстан після другое світово війни и и меня на риг туда отправила мама с татом до дідуся до бабуси и в вечері он приходит в работу и ходит вечер значит он перед тем как послушать программу новин он сидел и зі мною там что-то пробовал играть и я там рик жив и он меня навчил играть в шах я приехал додому сразу до мамы давай веди меня в шаховый клуб маме как всегда не было часу не было возможности и это тривало деколька роков я пробовал навчити сестру трошки навчивали якось не зовсім нас між собою пішла гра і в якийсь один прекрасный момент до школи прийшов тренер сказав що от всі бажаючи хто може значить то хоче приходите в шаховий клуб тоді-то тоді-то запис шахову секцію я памятаю як я дуже швидко біжав додому до мами влетів значить вот сьогодні вже тут нема варіантів нема з'їзду ти мусиш мене вести в шаховий клуб з другої сторони прибіжала сестра з тими самими ідеями мама взяла нас обоих повела в шаховий клуб ну і я почав займатися на Фредера в США дебют так що так все починалося то есть альма-матер да альма-матер дебют я понял да а как же сложилось у сестри з шахматами вона довгий час була най я б сказав перспективніше ніж я тому що дівчат менше і серед дівчат вона добре грала пам'ятаю її брали за юнацьку збірну там на першій дошці грала на турнірі в Румунії Інна Гапоненко ми сестра на другій дошці там вона там спектан грала з якимись нормальними хорошими шахістками от а потім якийсь час вона там захопилась футболом захопилась якимись іншими справами і кинула шахи тобто ніби ми двох шли на шахи я тут на шахи попадав а вона туди не попадала ну я то отримав таємниця батькам не казав поки це не виплыло якимись іншим шляхом і тоді значить ну до сестри стали питання де вона пропадала вона десь там по магазинах ходила ще там щось якісь справи в неї були і ось але що саме цікаве що от вона зробила велику паузу там багато років не займалася шахами а потім якийсь момент повернулася в шахи вона працює дитячим тренером вона перший тренер таких в принципі відомих в Україні хороших шахістів як Мартин Кравців Ярослав Жеребух перший тренер Олексія Тарвацько зараз молодого таланта так що вона працює дитячим тренер Олексій я понял то есть приємственность поколений да ну да ну а вот юношеские твої годи но я смотрю в принципі во Львові всегда очень сильна юношеская школа была да наверно прорваться было не так просто да то есть удалось там сказать скажем так снять скальпы с известных ребят Та я не сильно кудась виїжджав і якось так получилось що практично один раз там на області взяв четверте місце поїхали на Україну троє потім третє поїхали двоє потім до другого місца поїхав чемпіон ось так що я не дуже де де грав пацаном але я любив шахи там собі щось сидів читав перший тренер мене була Ірина Володимирівна Кузьма я нікуди ніколи сам не переходив в мене взагалі вже ті було два шахових тренера і то від першої тренера вона взяла мене за ручку і привела до мого головного тренера який зі мною більше часу провів Віктор Севілій Жилендінов вона мене до нього привела сказала що от тепер ти будеш тренуватися цього пана так що я з тих часів можливо десь трошки недолюблюю коли діти бігають по тренерах щось там думаю що хтось має якісь таку золоту пораду і що він скаже там якісь золоте слово і після того дитина стане чемпіоном насправді звичайно що це не так це все залежить не перше від дитини а тренер може трошки допомогти прискорювати процес але але якоїсь секрету такого одного немає і треба на те очіту каждому нужен свой индивидуальный подход все правильно да ну так мы немножко узнали твои годы скажем так юношеские наверняка были успехи и скажем так уже последующие годы ну опять же титул мастера международного мастера это тоже как это не с неба падает да то есть удалось выполнить вот какой-то может быть запоминающийся турнир может быть ну раз ты питаешь то сразу пригадывается в той турнире який ми грали вдвох разом в корсице в 2005 рік для меня это был первый таки выезд со своими учнями на серьезные соревнования потому что на той момент уже юра криворучки михайло олексійенко юра вовк я же тоді супроводжував фані музычук тобто я взяв найкращих своїх учнів на той момент і домовився за два змагання капелля гранде і в корсице дуже хороший теж open турнир домовився якісь там щоб їм дали проживання харчування і повіз їх щоб я вже очікував що вони десь можуть виконати норматив гроссмейстера ну а я поїхав так як сказати канапки порізати секундаж сумки потаскать да все правильно сумки вони вже самі могли носити а от квиток десь на автобус там чи на літак купити ну я жартую і я поїхав на це змагання ми тоді всі разом перший тур прогуляли тому що там приземлився літак не туда нам всім успішно по ноліку поставили в першому турі ось в другому турі я взагалі відзначився я ще зробив ще одну нічу попав в місцеву газету тому що з місцевим хлопчиком зробив нічу а потім там декаріка хороших партий вдалося виграти поділи по-моему другий четвертий місце мою мудрець тобою першому гравюрі не ну там сильный турнір я вот кстати мне этот турнір запомнился ну место действительно интересная красивая кальвия да а второе то что там располагался этот французский легіон этих не знаю как этих военных наемников скажем так да вот такой вот да да ну что давай наверное тогда про начало твоей тренерской карьеры я почитал скажем твою биографию меня впечатлило ты довольно таки рано начал уже с 19 лет можно сказать да уже начал заниматься тренерством да я досить швидко ну як зараз то я кажу зрозумів десь напевно тоді це не було так чітко зрозуміло це десь відчувалось для мене але суть в тому що я коли поступав в інфіз я не збирався бути тренером значить це сталося якось там ну не знаю яким чином там я більше хотів бути коментатором футбольним чи там не знаю ким але тренером шахів хоча звичайно поступав на шах і складав всі іспити все а потім коли я вже закінчував вуз там є по таке поняття педагогічна практика я проходив в тренера тетяна юрьевна горячу педагогічну практику в неї були такі старші хлопці які які трошки там погана поведінка вони трошки там як сказати не завжди слухали і тут приходить молодих хлопчина такий студент інфі за четвертого курсу і я почав їх трошки шикувати там значить одного вигнав з тренування другому сказав значить там віджиматися ще щось і вона так а в неї група була платна тобто діти платили щось за навчання і відповідно звичайно такі методи вони були трохи ну да всім батькам напевно зрозумілі і пам'ятаю як вони мене попросили каже Володя все класно ти там гарно то все розповідає все подобається але ну не розжини мені всю групу не ну такі методи теж правильний а що можна даже і лучше і в кінці коли ну пройшла та вся практика вона в якийсь день мені подзвонили і каже я от вирішили для себе що я не буду далі продовжувати тренувати в мене там є два хлопчика маленьких я тобі даю три дня на роздуми чи ти хочеш продовжити тренувати дітей я перший день я був впевнений що я не буду того робити другий день я сумнівався третій день я подумав ну чому б і ні ну спробуємо і от один з тих двох хлопчиків яких вони мені лишили то був 7-річний здається 6-річний такий блондін у нього волосся так все стояло вверх це був чемпіон України 2016 року Михайло Олексенко да вот так вот да то есть главное попробовать да а потом пойдет там да так ну конечно тут много вопросов опять же я задам вопрос который мне мне задают очень часто вот и мне интересно тоже твое мнение вот ну ты уже можно сказать уже такой большой стаж уже почти больше 25 лет да занимаешься да вот такой вопрос как распознать талантливого мальчика это вот как всегда задают родители мне вопрос вот как распознать талант ну я люблю розповідати одну историю я пішов в школу 6 школа це недалеко від шахового клубу робити набір дітей и на перше тренування з того набору з тої школи прийшло двое хлопців один таки був мовчазний він якісь фігури вмів ходить якісь фігури я пам'ятаю конемша не вмів ходити а другий хлопчина такий був більш такий розкований він гарно гарно спілкувався гарно відповідав на питання а у мене був один колега він проводив тренування я стояв ззаді все тренування якби я йому допомагав слідкував трошки хотів навчити ну не то що навчити там досвід передати можливо щоб він і після тренування я його питаю от хто з тих двох хлопців на твій погляд після першого тренування дебільне запитання хто з них буде шахтістом він каже ну той паша паша він 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 конечно та він шарить він молодчина а у той Андрій каже той Андрій каже він по-перше фігури не може запамятати а по-друге він сидить мовчить весь час нічого не відповідає ну так от паша він четвертого розгляд ніколи і не виконав а Андрій то волокій я понял да да не ну да бывает да что тяжело да ну в принципі да ну давай поговорим действительно о твоих учениках да то есть если я не ошибаюсь 12 получили звание гроссмейстеров правильно или больше я я по прізвищах знаю а цифру я не знаю я понял я понял да ну интересно действительно поговорить наверняка скажем так не будем открывать секреты наверное есть они тренерские секреты есть и дальше вот но все таки вот чем отличались ребята возможно какие то там такие отличия интересные скажем так возможно ну наверняка все все имели свою особенность да ну звичайно та звичайно я багато багато років займався с помогав хлопцям ну наприклад там мартин кравців прийшов до мене коли він тільки став чемпионом украины по 10 років це було в 2000 році і десять років займався Олексійенко Михайлович займався більше років тобто ну по-різному звичайно в кожного складалося але точно я думаю що десь біля десяти років з кожним ми провели разом тому я цих хлопців дуже добре знаю звичайно що всі мали хороші здібності лан до шахів кожен має свою особливість можна багато розповідати про стиль можна багато розповідати якихось цікавих історій ось ось єдине що я хочу сказати що от коли мене запитав хто талановитий як це можна визначити я от хочу зразу сказати всім тренерам які висновки для себе зробив тому що коли ти кожен раз на тренуванні і ці хлопці постійно грають змагання хто один виграв хто другий виграв і ти хочеш не хочеш ти задаєш собі питання хто з них буде найбільш найбільшим шахістом хто з них найбільший талант тобто ти постійно це в голові собі крутиш ну тут толерантний тренер ніколи цього озвучувати не буде але от який є висновок з тих всіх я пригадую зараз свої роздуми я зрозумів що вгадати от спрогнозувати абсолютно це неможливо тому що діти абсолютно по-різному розвиваються хтось зразу дуже яркий як Андрій Волокітін вже в дуже маленькому віці це було видно що це дуже великий талант мав величезне бажання займатися шахами готовий був там жити істи спати з шахами разом тобто це було все очевидно і тут помилитися напевно було дуже важко я відразу сказав бо мама мене питала чи варто там десь школу робити на другий план відсувати а більше акцент на шахах я сказав звичайно так тому що ця дитина того заслуговує в неї є боже дар і і ви точно не помилите з вибором дехто був можливо не так яркий в маленькому віці але він набагато добрав десь наприклад Юрій Криворучка він можливо не вигравав чемпіонати України ні до 12 ні до 14 ні до 16 ось навіть фінали не попадав але ну він став одним з ведучих шахісів України і показав що що абсолютно не обов'язково вигравати чемпіонати України до 8 чи чи там до 10 насправді якщо хлопець вміє організувати себе вміє побудувати розумно собі тренувальний процес якщо має здібності то він може зробити прогрес і в 18 років і в 20 років то це все кожно індивідуальне і дійсно тут важко сказати один якийсь секрет да ну от у мене такий питання в принципі теж мені задають питання як же все таки ну наверняка у тебе як і групи були так і індивідуальні ну от все таки як краще організувати процес в групі ілі індивідуально я не так багато проводив індивідуальні занять я і раніше не дуже був прихильником цього і лишає有гій. Ну звичайно інколи там приходиться якийсь дебют підправити, комусь там відготувати до партії на якомусь важливому змаганні ну тут звичайно як як це можна зробити в групі зрозуміло це приходиться робити індивідуально але загалом тренувальний процес в мене майже завжди проходив в групі тому що я завжди старався використовувати конкуренцію між хлопцями створити якусь атмосферу змагальну змагальні не в плані того що вони грали вони практично ніколи і грали на тренуваннях грати треба на тренировках я им давал различные права, различные задачи, они разговаривались между собой, кто лучше. Ну, какая здоровая конкуренция, да, все правильно, да, здоровая конкуренция, да. Ну, я думаю, что вот этот момент тоже недооценен, все думают, что индивидуально, вот моя дитинка особая, с ней нужно сесть, заниматься, но я скажу честно, вот сейчас я говорю правду, я думаю, что все тренеры, которые меня слышат, они подтвердят этот момент, что можно проводить индивидуальные занятия, но, по-перше, это очень тяжело для дитини, оно не так эмоционально, не так цікаво, и тренер должен где-то вискакивать из себя, чтобы создать такую атмосферу, и, соответственно, оно не может быть очень долго, оно имеет ограниченный термин действия. А в группе это все происходит гораздо более природнее и, мне кажется, с меньшими усилиями, оно не сточное, а абсолютно природное. Да, да, есть такое, да, действительно, я согласен, я сам, скажем, рост так тоже в группе, вот, и тоже, тоже это действительно, как это, взаимная конкуренция, очень часто подстёгивает их к дальнейшим там результатам, ну, и опять же, и тоже, и то, что мы общаемся, тоже вот те же ребята, насколько я знаю, те же Мартын Кравцил с Юрием Криворучком, по-моему, до сих пор они занимаются, да, тоже какой-то даёт стимул, и сами они работают, и сами растут, как бы поддерживая друг друга абсолютно правильно. Вот такой немного нестандартный у меня вопрос, вот, в принципе, Львов богат-богат разными поколениями гроссмейстерами, наверное, самый такой, кстати, оформили, интересно, в книге Гиннеса рекорд, что самый город там, где самое больше гроссмейстеров, нет? Ну, я, якщо взяти на душу населення, напевно, Исландия, теж там дуже, Рикьярик, там много. Ну да, Рикьярик, да, да, ну, в принципе, да. Ну, Львов может побороться. Да, да, вот с чем, ну, мы как раз с тобой это поколение, скажем так, которое как раз на стыке как раз вот этого перехода от, скажем, от анализа за доской и анализа за компьютером, да? Вот, как ты, в принципе, можешь ли сравнить поколение Белявского, Романишина, Михальчишина и вот то поколение, которое, в принципе, ты вырастил, то есть там многие твои ребята, да, вот это Львовские гроссмейстеры, Валакитин, Криворучка и других там крабцов. Ну, звичайно, что то уже трошки инакший тип мислення, инакший подход до шахов. Я ни в каком разі не хочу сказать, что это лучше или гейше, это просто, ну, часто, развиток, и он спонукает до использования компьютера. Хотя я думаю, что те хлопцы, с которыми я занимался, они, в принципе, десь старались тримать какой-то баланс, и, ну, может, Андрей, он такий, больше компьютерное мислення, да? Но, в принципе, где-то в них нет такой зашкаливающей компьютеризации. Они разумно выкроизводят этот устройство и стараются отримать из него все плюсы и не отримать эти недолики. То есть подходить еще и таким-то здравым смыслом, каким-то, ну... Ну, вот мы как раз коснулись вот этой компьютеризации. Вот, интересно твое мнение вот про молодых шахматистов. Они, ну, как бы, в наше время, да, оценка была там плюс-минус, плюс-минус строчку, там, в столбик плюс-равно, да? Сейчас я уже слушаю такие оценки, одна пешка, там, я сразу начинаю переводить, что это такое, да? Вот, но, в принципе, да, то есть немножко уже поколение другое, да, и насколько, опять же, понятно, что есть плюсы и минусы, и, наверное, нужен какой-то, да, какой-то баланс, да, чтобы был именно компьютер в подготовке, там, не только дебют готовить, да? То есть, вот, ну, вот, твое мнение о компьютерной подготовке, скажем так. Я постійно стараюсь думать и десь триматься, триматься сучасных тенденций, потому что, ну, например, когда я рейс, звичайно, блесный был тем, той справой, которая заслуговывала на серьезное ставление, и, если бы там кто-то сказал, я там готовлюсь к турниру по блесу, ну, первое, какие там турниры были по блесу, их не было практически, а, по-друге, какая там подготовка может быть, ты играешь, швидко рухаешь, там, и все, и перестискай кнопку. Сейчас, звичайно, это по-инакшему, например, я помню, что там, вот, с Натальей Буксой мы один дебютный репертуар стараемся мать для каких-то швидких шахов, для блесу, другий стараемся для классических шахов, то есть, певные турниры, воно меняется, это нормально, это нужно тренерам враховываться. Звичайно, можно компьютер использовать с фантастичной поростью, я стараюсь, чтобы все мои дети овладели ЧСБС, как можно быстрее, стараюсь, чтобы они пробовали анализировать свои партии. И, сначала, батьки на меня так смотрятся, там, дядька, что ты хочешь от молодого маленького партия, как он тебе может проанализировать партию. Мало того, ты там до него чепляешься, чтобы он там еще какие-то слова писал, какие-то висновки делал, как то может дитина в 9 или в 10 лет таки делать. Но, поступово, они быстро это освоят и делают это, напевно, даже качественнее, чем взрослые. Для них это абсолютно нормально, ничего с одного в том нет. То есть, компьютер можно и нужно использовать, просто шукать подход, как это сделать эффективно. Ну, да, да, это все правильно, да. Так, секундочку, у нас есть ли у нас вопросы? Да, у нас есть один вопрос, но, в принципе, мы, может быть, немножко, чуть попозже его зададим. Да, ну, по-моему, в 2009 тебе присвоили заслуженный тренер Фиде и в 2014 тебе дали медаль Эйве как лучшему юношескому тренеру мира. Вот, что для тебя эти, скажем так, успехи значат и, как бы, ты гордишься ими, скажем так? Да, мне приятно, потому что я, ну, я скажу сразу, что, звичайно, это 2014-2015 год, это уже было постфактум. В тот момент я уже не працював с теми хлопцями, которые уже выросли, очень серьезных шахистов. Просто про них уже світ дизнався, они уже все знали эти прізвища. А когда я с ними працював, их еще не очень кто-то знал, они были неведомыми. Вот, поэтому те 10 лет, которые я, можно сказать, с 2000-го, или там с 98-го, с 97-го до 2010-го с ними працював, это было где-то непомятно. Они поднимались, я считаю, что я что-то допомогу им дизнаться про шахи. А когда уже начали вручати нагороди, это уже было позже, и уже объективно это было. Но мне приятно, это какой-то подсумок, 10-летний, потому что выховывать хорошего шахиста, это не вопрос. Я никогда не считал, что тренер может себе назвать человек, который провел 2 тренинг-кампы или 3 тренинг-кампы. Профессионным тренером можно себе назвать человек, который тренует 2 тренинг-кампы в день. Когда он каждый день по 2 тренинг-кампы тренует, когда до него эта дитина приходит на протязи многих лет, когда с этим тренером эта дитина сделала скачок с 2-го розгляда до звания хроссмейстера, ну я рассказываю про свой досвід, звичайно в когось он трошки иначе, но я вот это могу назвать, что ты тренувал. А когда я провел с ним 5 занять и говорю, что я его тренувал, то ты где-то был рядом с ним, может ему сказали несколько слов, но это не называется, что ты его тренувал. Это не образилось в рейтинге листов, не образилось в его знаниях. Ну, возможно, он там что-то одно, две, три детали дизнався от тебя, но на мой взгляд это не слово тренер. Ну вот у меня такой вопрос, да немножко все-таки вернусь к львовским шахматам. Помогали ли твоим ребятам, может советами, может там тоже сборами, старшее поколение шахматистов, опять же ведущие шахматисты Львова? Я пытался вернуться, потому что мне кажется, что это не столько важно с точки зрения самих шахов, напевно за одну-двю лекции ничего не научить по великому рахунку будем сказать правду неможливо, но это важно с точки зрения мотивации, с точки зрения какого-то натхнения для дитини. Поэтому я вернулся и до Иванчука, и Александр Билявский один раз приходил, и Иванчук один раз был. Я запрошу по одни, по двой лекции, они приходили, не отмолвали меня практически никто. Я думаю, что это детям было интересно, и это очень хорошо, надихающе. Так же сейчас я часто запрошу своих ученых, тех, кто уже стал очень известным руссмейстером, до нового поколения детей, и они так же не отмолваются. Мне кажется, что это обязательства каждого шахиста, который вышел на какой-то хороший уровень, где-то отдать тот борг, потому что, когда ты был в детину, вкладали в тебя. И, соответственно, ты тоже мусишь иметь где-то в сердце, и когда до тебя вернутся и скажут, прочитай лекцию, что-то расскажи, ну, неможливо отмолвать, мне кажется, что это абсолютно нормально и политически. Ну, конечно, да, этот обмен опытом тоже очень важен для молодых шахматистов. Но, опять же, и в плане мотивации, да, они могут посмотреть, ну, даже иногда сыграть, даже обыграть и понять, что не боги горшки обжигают, да, тех же гроссмейстеров можно обыгрывать. Так, ну что, давай поговорим о том периоде, когда у тебя был, ты, как бы, уехал в Объединенные Арабские Эмираты, да, работать, уехал. И у меня такой вопрос, вот сравни, я знаю, ты из сборной Турции тоже немножко работал, юношки, вот сравни менталитеты, опять же, арабских детей, возможно, наших и турецких, как ты думаешь, в чем разница и в чем интересно было работать, где не очень, ну, вот такой вот вопрос. Просто интересно. Я бы сказал, что, ну, я, как сказать, залежит, как, с чем порівняти, что долго или не долго, с Туречиною, по-моему, четыре года, но это было час от часа, то есть я там пять-шесть раз в год приезжаю на тренувальні збори. В Эмиратах это был full-time job, то есть это было, я постоянно там находился, жив и тренировал в финансовой зборной, и потом в конце мне найти, ну, жиночок попросили, там, у них так склали ситуацию, что я тоже занимался с женщинами. Какой менталитет, ну, это, ну, например, вот, все знают гроссмейстера Саляма, из Эмиратов, очень талантливый хлопчик. Я помню, тренером сборной был Эдвин Кенгиз, он занимался с Эдвином 2-3 часа, потом я приезжал до маленьких хлопцев, там, в их шаржу, он приходил до меня и сидел там сбоку, разом, он уже был гроссмейстер, зерка Эмиратов, и он сидел рядом с этими хлопцами 2-го 1-го ряда и сказал, «Хоч, дай мне там какие-то задачки, я себе все это порешаю, я ему там подбирал ті задачки, которые я вважал для него будут цікавыми, и он сидел с удовольствием, то развязывал, потом приходил Дмитро Комаров, тренер шаржерского клуба, он там еще 2 часа, то есть он любит шахи, и для него это было интересно, он готов работать много, заниматься много, хотя это, конечно, больше все-таки виняток, потому что условия в Эмиратах таки, что они не спонукают тяжело працювать, они могут больше... Взагалі, Схидный менталитет, ну окей, Схидный теж неправильно сказать, есть Индия, есть Китай, где-то трошки по-иншому, а в Эмиратах это так больше расслабленность, стиль життя. Ну тяжело, солнце всегда, это как энергии много выкачивает, да, надо все размеренно делать, ну да, ну и конечно, как это, нефтяные скважины тоже, да. Да, ну я знаю, да, действительно, Схидный я несколько раз с ним играл, действительно очень талантливый, да. Ну, насколько я знаю, правда, сейчас ему тоже не так просто, потому что он, по-моему, сейчас где-то учится, и это как бы основное его занятие, то есть он хочет как бы закончить институт, а дальше уже думать насчет шахматной карьеры. Ну, насколько я знаю, поддержка довольно-таки очень сильная в арабских странах, да. Ну, не знаю, сколько, ну, есть, есть, насколько я знаю, есть чемпионка мира, да, по-моему, с ней Верио Эрдакеско занимается, да, там каких-то возрастов. Я маленькая девочка до восьми, ну, там зірковые какие-то, взагалі, таланти, вони є всюду, что в Эмиратах, что в Украине, что будь-де вони можуть народитися, і ми думаємо, що це є якась штучна вот така вот одиничка. Насправді талантів, на мій погляд, їх досить багато, просто багато дітей не реалізовую себе, багато не знаходить якихось умов для вдосконалення, десь нема підтримки батьківської, тренерської, організаційної, ось, я в такому випадку завжди згадую, є таке містечко Городок, це 25 км від Львова, там населення менше 18 тисяч, і звід там родом, я туди більше десяти років їздив, а запросив мене туди місцевий організатор Микола Матвіенко, дуже така людина, яка любить шахи, він не є професійний гравець якийсь, він хороший патерполіст, майстер спорта, ось, а він, просто шикарний організатор, педагог, і от з того маленького містечка виросли гросмейстер Виткошко, міжнародний майстер Грех, міжнародний гросмейстер Віта Чулівська, майстер Фіде Володя Молешко, тобто вони жили в одному будинку, Грех з Чулівською, перший-другий поверх, і виставали чемпіонами України, і це місто, яке не має абсолютно інфраструктури, досі вони не мають шахового клубу, вони абсолютно не мали традиції, там не було жодного кандидата в майстері спорту перед тим, і коли, я часто буває, мені хтось розказує там, я дискутував десь в Фейсбуці, і кажуть там кривой рог, в нас немає традицій, мені трошки як прикро, які традиції, хлопці, у вас мільйони місто, як ви можете не знайти талановитих дітей, це, у вас є дуже багато талановитих дітей, і тут не треба чекати, що хтось прийде і зробить, якщо в маленькому містечку, там в одному будинку народжуються два чемпіони України, там серед хлопців, серед дівчат, які випереджають там всіх рештах хлопців і дівчат з міст-мільйонників, то звичайно, що такі ж самі таланти є будь-де, і їх треба шукати, і їм треба допомагати, і не треба думати, що це от і щось виняткове, що має бути якесь фантастичне везіння в тому плані, насправді абсолютно на мій погляд це не так. Ну, інтересно, дійсно, мнение, да. Ну, хорошо, я тогда спрошу, наверняка твої ребята конкурировали з цією школою, з Краматорською школою, да? Твоє мнение о Краматорській школі і наскільки, ну, скажімо так, ну, не еталон, можливо, виспитання юних чемпіонів, ну, такой вот особняком она, мені кажучи, в Україні стоїть, іменно ось ця Краматорська школа. Ну, я б не сказав, що мої ребята конкурировали, тому що в Краматорське Михаїла Никитича Пономарьову були зібрані всі найкращі шахісти на той момент, ну, можливо, окрім Сестер Мюзичук і Андрія Волокітіна, вони зібрали всі сливки, Сережа Карякін, чемпіон світу на той момент, Катя Лагно, чемпіонка світу на той момент, Захар Іфінка, Саша Арєйченко, ну, Руслан Пономарьов, це їхній більш все-таки, можна сказати, вихованець. І якщо ти береш всіх талановитих шахістів, окей, не получаєш, неправильне слово, Пономарьов, він молодчина, він знайшов фінансування величезне, це велика робота, це велика заслуга. Запрошуються туди дуже сильні, дуже кваліфіковані тренера і багато можна назвати прізвищ і дуже поважних шахістів, дуже поважних тренерів, то звичайно, що не може бути відсутній результат. Всі талановиті діти, прекрасне фінансування, прекрасні тренера. Але якщо хтось думає, що це є тільки єдиний спосіб, як досягнути успіху, то я би так не сказав, тому що я завжди приводжу приклад, Аня Музичук і Катя Лагно, вони росли, вони були приблизно рівні в якийсь момент. Потім, якщо хтось хоче получати рейтинг лист, Катя Лагно сильно випередила по рейтингу Анічку і десь вважалася, що вона має більший потенціал. Але якщо зараз ми заглянемо в рейтинг лист, ситуація знов приблизно рівня. Якщо з Анічкою Музичук займався Роман Козел, ну звичайно батьки Олег і Наталя, тобто місцеві фахівці, а з Катєю займалися дуже круті і класні професіонали, але ми побачимо, що в кінцевому ефекті не так все однозначно. Так само я думаю, що Юра Криворучка не поступається в нікому з своїх сферстників, хто приїхав в Краматорську рейтингу чи по досягненням, так само може поконкурувати з ними. Ось Мартин Кравців, які не мали, ми у Львові не мали взагалі можливості там їх подасть виїжджати сильно. Тобто я думаю, що можливо робити такі великі справи навіть на місцевому рівні і не обов'язково створювати якісь такі суперфонди. Тобто класно, коли є така можливість. Ніхто ж не заперечує, щоб було фінансування, щоб були хороші кваліфіковані тренери. Дай Бог, щоб це було можливо. Але якщо хтось думає, що це єдиний спосіб, я думаю, що це не. Хорошо, інтересне, да, мнення. Інтересне. Ну що, після Арабських Еміратів, я знаю, ти повернувся назад. Інтересно, якщо, хто ж оттуда уїжджає, да? Все-таки, як я розумію, да, твоє було рішення, да. Ну, не знаю. Раскажи, як це сталося? Надаєло, або що? Ми мали там дуже хороші умови, до нас дуже добре ставились. Моя жінка, Мирослава, працювала в дубайському шаховному клубі, мала контракт з дівчатками. Я працював з федерацією, мав контракт. Мій контракт мав до червня бути дійсним. Але я попередив заздалегідно. У нас наклалося декілька обставин. Основна, звичайно, була в тому, що я дуже хотів додому. Мені ця робота, яка була у Львові, давала величезний драйв і величезну насолоду. Ну, не давала фінансування, як ти розумієш. Я пригадую, коли я їхав в Емірати, і я зібрав в своїй однокімнатній квартирі, де я жив на той момент з дружиною і донькою. Я зібрав в своїй однокімнатній квартирі в хрущовці в 25 квадратних метрах 9 грузмейстерів, щоб попрощатися. Накрив стіл, купив морозово, фруктів. І це все, що я заробив за той час в Україні. Оця одна клімнатна квартира. В Еміратах мені дуже сильно допомогли фінансово. Звичайно, хороший контракт, хороші умови. Я їм дуже за це вдячний. Ось, але мені хотілося справжньої роботи, хотілося якихось результатів, якоїсь реалізації в досягненнях моїх учнів. І це мене постійно, ну мені цього бракувало. Я попередив. В нас ще там сталася трошки проблема, не трошки проблема, а серйозна проблема з здоров'ям мами Мирослави. І ми прийняли рішення, що ми вертаємося. Попередили красиво, вони нас розуміли. Не стали нам якісь штрафні санкції вводити. Потім через півроку вони мене запросили вручити якусь там премію за результати на арабському чемпіонаті. Я прилетів на три дні. І за один день мені поступило три запрошення на роботу. Два клуби і федерацію. Ну, тобто, в мене ніколи такого в житті близько не було. Але звичайно, що мені добре у Львові і я насолоджуюся з цією роботою у Львові. Я не уявляю, як я можу поміняти це місто на будь-що на довгий період. Це моє рідне місто. Супер. Я вважаю, дійсно, відповідь супер. Але мене інтересує інший питання. Як я зрозумію, ти три роки в Арабських Еміратах був? Мирозлава мала чотири роки контракт з дубайським шаховим клубом. Я почав трошки пізніше, бо я ще там доїздами. Добре, три-чотири. І повернення до Львов. Твої відчуття, як змінилося? Возможно, навіть відповідь до шахматів змінилося. Що було нове? Я не знаю. Ну, от так. Які змінення відбували? Коли я повернувся до Львів, нічого позитивного не було на той момент. Тому що шаховий клуб я поїхав в кінець 2009-го, початку 2010-го року. Якраз в той момент десь після мого від'їзду шаховий клуб був відданий в університет. І я приїхав вже, я зайшов в приміщення шахового клубу. Там не було опалення. Там не було вже кімнат достатньої кількості. Декілька кімнат лишилась для дитячої школи. Тобто це було на той момент дуже все печально і дуже всього. Результатів так само не було. Я хочу сказати, що три роки, по-моєму, ніхто, львів'ян не завойовував жодних нагород на чемпінатах України. Ну де таке видано. Львів завжди, завжди мав багато талановитих дітей. Ось. Тобто пройшло певний час, помінялося, помінялося дійсно. От нас федерація дуже здорово, активно запрацювала, дякуючи президенту федерації, директору Назару Фірману так само. Ну і я не буду зараз всіх перераховувати. У нас є так само дуже хороші осередки. Я вже згадував городок, можу згадати ще декілька осередків. І якось змогли переломити, мені здається, ту ситуацію. І зараз вже зовсім все поінакше. У нас зараз набагато все. Хоч ми не маємо якогось приміщення, як раніше шахового клубу, немає якихось суперумов, але в плані результатів, в плані талановитих дітей все гаразд. Да, да, я смотрю, действительно,ливо в последнє час це, скажімо так, це супербум, дуже багато турнірів проводиться. Деєтельність вашої федерції завість у многих залишає, і дуже важливо, мені здається, що ви не тільки займаєтесь, скажімо так, проводите там збори і так далі, але і турніри проводите, що дуже важливо для дітей. І вони і многих гроссмейстерів можуть видіти. Ну, і ще одну таку небільшу ремарку. Опять ж, мені здається, в цьому бумі зіграла і чемпіонство Марія Музичук. Тож якусь таку діляну роль зіграла. Як твій міння? Безумовно, так. І мені дуже сподобалось тоді, що Марічка часто наголошувала на зустрічах з Владою, що треба зробити шаховий клуб, треба зробити... Тобто це дуже правильне відношення людини, яка досягла успіху. Вона повинна згадувати не про свої якісь тільки інтереси, а вона повинна віддавати шану тому виду спорту і тим людям, які десь допомагали на її шляху. І, можливо, десь її слова були почуті якимось. Ну і, звичайно, робота федерації багато допомогла в тому, що відродити ті результати, відродити ті успіхи. У нас тренерський колектив завжди був дуже сильний, я думаю, що один з найкращих в Україні. І в нас є кому працювати і з маленькими дітьми, і з талантами. Тобто, нулі, лівці, і лівці. Угу. Тут, так, питання від наших зрітілів. А, от я зачитаю. Десь я читав ваші спогади, що до поїздки в Емірати вам не платили за зарплату, і ви на тренування з Волокітинем шли пішки. У нас справді була така печалька. Ну, це початок 95-46 рік. Там нас літом відправили відпуску за власний рахунок на 3-4 місяці. Ну, і я був молодим хлопцем, тільки закінчив івент ФІС. По-перше, для мене пройтися годинку в одну сторону пішки – це і не було проблеми. Я бігав футбол нормально, непогано. По-друге, скільки там хлопцю треба, батон купити і пакет молока. Так що я абсолютно, я вважаю, що я був щасливий. Тою атмосферою, яка тоді мене оточувала, шансам підготувати хорошого шахіста. І я не зможу скаржитись на це. Тобто була ціль і вона підпитувала, скажімо так. Це теж абсолютно правильно. Зараз дуже часто всі скаржаться, у нас там зарплати маленькі. Тобто той, хто прийшов в 90-ті роки, хто пам'ятає, як це було, я думаю, що гелик не повертається про щось скаржитися і на щось там… Це неправильно. Ну, да, це теж. Ну, в принципі, но… Некоторі говорять, і иногда і надо і цінити теж свій турок. Правильно? Вот то, що вкладываю. Так, після возвращення, я знаю, ізміратів, ну, скажімо так, ти возглавив, или, як це даже правильне сказати, я не знаю, це пост какой-то можна сказати, да, висловив дюк юноши. Вроде как, ну, как… Вроде как все сложилось. Ну, многие, многие тебя називають одним із лучших тренеров в мире. Вроде как, вот, лучший тренер, тренерує збору України. Ну, ну, как-то… Ну, как би сказать… Недовго… Ні, може і довго продлилось, вроде би все правильно, ну, все-таки ти ушел, да, з цього поста. Ну, по-перше, це не є якась робота, це є громадська діяльність. Я міг собі дозволити, я в іміратах непогано заробляв, і коли повернувся, було якраз 2014 рік, почалася війна, і я вважав, що я повинен так само, як і кожен… Хтось може це зробити на фронті, хтось може це зробити, допомагаючи якесь фінансово. Я можу зробити своїм фахом, я постарався допомогти в плані дитячого спорту, дитячих шахів, я дійсно прийняв запрошення стати головою ДЮК. З одної сторони, це дуже… В Україні це дуже легко, з одної сторони, чому? Тому що завдання голови ДЮК дитячо-юнацької комісії – це громадське діяльні, це робота, за яку ти не отримуєш грошей, але де ти постійно повинен якісь складати списки, де ти повинен там… Ось, я попросив зайти в ДЮК всіх дуже поважних тренерів, які… Не тому, що вони мої там друзі, чи що я їх поважаю як фахівців. Мені було дуже важливо чути їхні точку зору, їхні поради, хоч вони не завжди зі мною усьому погоджувалися, це абсолютно нормально, я в них багато так само щось слухав і розумів. І в Україні це з одної сторони дуже легко, тому що ми країна дуже вертикальних зв'язків. У нас немає… Тобто горизонтальних, перепрошую. У нас немає вертикальних. У нас не все йде туди, як там в сусідів декого. У нас дуже багато місцевих осередків. От навіть у вас в Києві є багато осередків, і кожен робить свою діяльність. Хтось краще… Я захоплений, що багато дійсно дуже діяльних людей, дуже діяльних шахових клубів відкрилося, шахова федерація. І так само відбувається в Миколаїві, так само відбувається у Львові. Зараз в Дніпрі рух почався, в Житомирі. Я багато можу кого перераховувати. Боюсь когось образити і не згадати. І тому завдання голови Дюк було, щоб всі відчули, що є, по-перше, рівні правила гри. Немає якоїсь лоббіювання того чи того. У мене не було на той момент учнів, але я думаю, що якщо в мене були б навіть учні, я би зміг би утриматися від того, щоб десь когось в список вносити, а не організувати змагання і не проводити це справедливо. Тобто потрібні були рівні правила гри і рівні можливості. І звичайно, мені здається, що ми тоді зробили багато революційних речей. Наприклад, клубна команда на клубну першість України відновила поїздки, яка не їздила більше 10 років. Відновили навчальні тренувальні збори. Зараз я читаю на сайті Федерації шахів України, що вони вперше проводяться за 15 років. Я думаю, що вони проводились 4 роки поспіль. Просто, можливо, хтось про це не знав. Там відео є в Ютубі, можна подивитися, всі діти були. І багато було справ зроблено таких, які на той момент... Команда почала їздити на шахову олімпіаду. Мені в голову не вкладалось, як Україна не відсилає команду на шахову олімпіаду до 16-ти, де є повністю забезпечується харчуванням, проживанням. Треба заплатити дітям квитки, авіаквитки. Як може Україна не брати участь в такому змаганні? Тобто, слава Богу, я думаю, що ми це все відновили. Це було прийнято і підтримано Федерації шахів на той момент. Це було профінансовано міністерством. І мені здалося, що є такий вектор, по якому вже почалося все рухатися. Я там віддав свої 3,5 роки громадській діяльності і всім подякував. І думав, що воно продовжиться все гарно. Просто що не можна займатися громадською діяльністю постійно. Ну, звісно, є сім'я, є інші інтереси, заботи. Так, звісно. Знайомо. Знайомо. Знайомо не потребує, але якщо брати професійно, як воно повинно бути, якщо є тренер в чоловічої збірної, це нормально. Хоча в нас в Україні ж довгий час не було тренера в національної збірної. Він просто запрошувався під Олімпіаду. Не було ставки, не було. Тобто, це все було таке суцільне аматорство. Так само в жіночих шахах є тренера. Повинен бути юнацький тренер. Тобто, це повинно бути більш-менш професійно. Ну, не може це бути на громадських засадах. Хтось там займається, ніхто інший за що не відповідає. Ну, одним словом, мені здається, що це важливо. Так, так, мені здається, дійсно, це для юноши, ну, як би, дуже правильно, що має бути людина, який, дійсно, який вирішує вектор, направлении, опять же, развитие. Который, ну, як би, це контролює. Который, ну, і нормально за це, він, які-то, дійсно, 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 получати, тому що все правильно. На общественних началах дуже тяжело, да, опять же, є семьи, є діти, які, да, хочуть внимання там і далі. Я абсолютно согласен з тобою. І, якраз в цю ж тему вопрос от наших читателей. Я зачитаю. Чи реально нашим молодим хопсям та дівчатам на ближчій перспективі успішно змагатися з китайцями та індусами? Я вважаю, так. Я не вважаю, я абсолютно впевнений, що так. А чому ні? Чому в нас, от, ну, мені трошки як сказати, я не буду казати тобі про Ігоря Самоненка, ти сам можеш більше про нього розказати, напевно, людям. Ось, але це дитина, яка може досягнути дуже великих успіхів. І Китай, Індія може сховатися. Так само є і інші талановиті діти. Тіхан Черняєв. Я можу довго перераховувати питання, які ми створимо конкуренцію. Тому що дуже багато залежить в спорті від атмосфери, від конкуренції. Звичайно, можна зробити, от як зараз зробили. Чемпіонат Європи буде онлайн, Чемпіонат Європи в вікових категоріях. Призначили, буде грати той, 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 той. Я не кажу, що ці діти, можливо, вони багато хто заслуговує. Хтось, можливо, міг би бути інакший. Але принцип неправильний. Зробіть красиві події. Зробіть Чемпіонат України онлайн. Всі сядуть діти за свої комп'ютери. Будуть змагатися. Вони получать фантастичний стимул місяць перед тим попрацювати своїми тренерами. Тренери їх почнуть трошки підштовхувати, щоб вони покращили свій результат на цьому змаганні. І це буде дійсно рух вперед для всієї шахи України. А якщо ми будемо призначати, Вася і Тетя грають тільки, ну тоді всі решта навіть і не помітять Чемпіонати Європи. І якщо таким чином буде розвивати свої дитячі шахи, то напевно. Я згоден. Я би ще одну ремарку додавав. Опять же, якщо ти цей виграв відбор, тобто це додає тобі впевненість. Ти далі можеш йти. І, дійсно, це теж важливо для дітей. Так що, згоден. Абсолютно відбори – це правильно. Не знаю, чому так відбувається. Тому що я абсолютно впевнений, що той же Ігор Самонєнко, маленький хлопчина, він міг сісти в 14 чи 16 років, що в свій час робив Руслан Пономарьов, що робили інші таланові діти. І цілком можливо він міг претендувати і, можливо, міг би виграти. І повинні йому дати шанс, йому, другому, третьому, п'ятому, сісти і за дужкою доказати, хто з них сильніший. Попрацювати над тим. А якщо ми будемо то все зарегулювати і писати списки, хто має виступати від збірної України за команду, за туди-туди, і все вирішувати не за шаховою дужкою, а методом ручки і паперу, ну це не те. Согласен. Согласен, да, я давно виступаю за спортивний принцип. Так, ну, «Новоє Время» диктує тоже свои, как это, законы, да. Опять же, мне интересно спросить, как… шахматы на карантине, можно даже назвать такую тему. Насколько я знаю, твой клуб, твоя школа дебют тоже играла, вот, и много турниров провели, участвовали. Многие, многие, понятно, скептически к этому относятся, да, и опять же, тоже борьба с щитерством и так далее, вот, расскажи, как ты это все, скажем, переживаешь там, вот, как и твое мнение об онлайн шахматах. Ну, я скажу деколька моментов, которые, на мой взгляд, здаются важными. Я, как тренер, я постоянно ввел занятия, звичайно, три раза на тиждень своими группами я працював, и, звичайно, когда дети на занятиях в шахматах, и когда дети на занятиях перед компьютерами, в них выникает спокуса скористоваться тим движком, подавиться какую-то оценку, это легче, и это неправильно сказать, что это какая-то хиблая дитина или что-то. Ни в никаком разе это не можно сказать, потому что, я помню себе, нам дали подручник из математики, где будут в конце ответы. И первый месяц, что я делал, я туда заглядывал и списывал эти ответы. А как иначе? Почему нет? Они там есть, для чего я могу думать? И дети делают идентично и так же. И на тренировках, я думаю, что много кто из тренеров чувствует, что в какие-то моменты что-то происходит не то, что-то очень качественные, значит, пропозиции, что-то какие-то варианты. Если ты там даешь какую-то задачу, где нужно пожертвовать пешака, а дитина даже не разглядит это взятие пешака, потому что компьютер его не поддерживает. То есть, постоянно приходится повторять, ни в никаком разе не користуйтесь телефонами, движками. Мы получим трошки, получим, звичайно, это будет негативный момент в том плане, что все и слышали, что если одна дитина это делает, то почему я это не могу делать? Деякась трошки цепная реакция. Тренеры, напевно, все повторяют по 10 разов, не делают, не делают, переконуют, находят какие-то... Но, с другой стороны, мы должны так делать в плане занять шахами, потому что, ну а как иначе, карантин, мы не можем прекратить тренирование, не можем прекратить змагальный процесс, и другого выхода не было. Ну, вообще, твое впечатление от этого турнира, который прошел, клубов, в принципе, ваш клуб довольно тоже, может я бы сказал, успешно играл, только последнего проиграли, но довольно очень сильному турецкому клубу. Вот. Твои впечатления, опять же, возможно, хорошая практика для ребят, или, возможно, не было там играть? Нет, я очень доволен, потому что часто меня питают, а вот на тренированиях надо играть с детьми. Я говорю, на тренированиях вы не достигнете того уровня ответственности. Он на тренированиях чувствует, что эта партия ничего не решает, что это просто for fun. Он сидит, будет разговаривать, если тренер его где-то залякает, то он будет мовчать, но он все равно не будет, в него не будет мурашки по шкаре, в него не будут руки тремтить. А когда он сидит за команду, когда он уже сидит в официальном соревновании против другой страны, конечно, тут уже оно хочешь не хочешь, но оно присутствует. И поэтому я думаю, что это лучший способ, что можно было досягнуть во время карантина, и командный дух. Мне очень важно было, чтобы дети чувствовали, что они выступают за какую-то команду, что они объединены какой-то загальной идеей, немного коллективизмом. Потому что, будем говорить, что шахи – индивидуальный вид спорта, что мы все сами по себе. А для детей это очень важно, не дарма. И когда я даю задачки решать, они скажут, поделите нас на команды, и давайте мы будем команда против команды решать задачки. Для детей это важно, чувство этого партнера, чувство соперничества. Поэтому, мне кажется, хорошая была идея. Жаль, что в Украине не провели ничего достойного такого для детей на карантине, я маю на увазі. Но проводили были окремые инициативы, окремые инициативы, какие-то клубы проводили. Шана им за это, что они делали. Но мне кажется, что должен был быть чемпионат Украины, клубный чемпионат Украины, что-то более-менее с официальным статусом, что мотивировало бы всех детей, всех тренеров, всех шаховых клубов включиться в эту борьбу. А воно было частной инициативой. Мне кажется, что это немного пропало. Ну да. В принципе, да, именно из частных инициатив я Green Cup, конечно, можно выделить в Барварской тоже клуб. Действительно есть частный, да. Да, удивительно, что в это время как-то федерация вообще неактивна стала, да. Ну, мы в Киеве хоть как-то мы постарались этот процесс наладить, я думаю, у нас получилось. Вот. Ну, это мое мнение, может мне не с этой стороны, может другое. Не-не, я сам болевал за результаты вашей команды, я следовав, и мне приятно, что украинская команда, киевская команда заняла первое миссии. Спасибо, спасибо, да. Так, ну вот вопрос у нас есть от капитана Team Ukraine, ну, можно сказать, и киберкоманды, да. Вот. Вот. На днях Грессмейстер Широв и Кожгалеев сказали в интервью, что прогнозируют, что, ну, ближайшим будущем шахматы на 90% идут в онлайн. Ви, как бы, Ви чи погоджуетесь ви з таким, з такими прогнозами на майбутнє? Ну, я погоджуюсь, что тенденция йде. Тенденция, звичайно, йде, і це зручно, сидишь вдома, тайтл кьюз, де якийсь граешь, і всі дивляться, спостерігають, слухають якісь лекції дуже хороших шахистів. Ви зробили теж хороший продукт. Діти можуть вчитися в дуже сильних шахістях і не получати свої знання. Це нормально, це правильна тенденція. Я не погоджуюсь, напевно, з цифрою, там 90% це перебільшення. Той елемент подорожі, елемент знавати якось іншу культуру, зустрічатися десь за столом зі своїми суперниками шаховим. Оцей елемент дуже теж важливий. І він буде завжди дітей десь мотивувати, і це потрібно всім шахістам. Я бачу, як всі ті, хто привикли їздити по змаганнях, і вони вдома і зневають, їм не можуть той адреналін замінити комп'ютер і мишка. Тому я думаю, що цифра 90 значно звичайно перевищена, хоча тенденція є. Ну, от ти не можеш не згадатися, для тих же батьків це намного проще. Тобто дуже часто батьків дитинка там надо искати те же деньги на поїздку. Тут действительно сел і граєш, не выходя із дому. То есть, какие-то, понятно, есть минусы, плюсы, це все щас налаживається. Вот. И я читал, вот, как раз, пост Эмилия Сутовского насчет Олимпиады. Они какую-то наладили систему именно борьбы с читерством. Вот. Так что уже, ну, не знаю, насколько она эффективна, но, ну, посмотрим, да, посмотрим. Опять же, да, ну, это так же, как и компьютеры вошли в шахматы, да, то есть, возможно, это тоже часть, часть, часть шахматного, как говорится, спорта, да? Да, сейчас такие возможности надо использовать. Конечно, раньше мы могли мечтать, чтобы послушать какую-то лекцию. Для того, ты должен был ждать тот час, пока сильный шахист известный приедет в тебе в место, приедет в шаховый клуб, попасть на ту лекцию. Это все было очень непросто. Сейчас я могу каждый вечер включить какой-то очень известный тренер или шахист, послушать какие-то приклады из его партии, получать фантастический продукт и наслаждаться с этим. Это классно. Да. Конечно, дети не все готовы сприймать это серьезно. Но я думаю, что найдутся те, которые имеют большую мотивацию, те, которые любят по-справедному шахи. Я думаю, что найдется, кому это очень нужно. внутри. Найдется свой зритель, да, как говорят. Да, я думаю, да. ты, кстати, тоже, ты проводишь уроки онлайн, и я тоже видел несколько школ, да, так что, как раз, тоже, скажем, осваиваем новые профессии, да. Вот. Ну, те же самые профессии, просто немножко по-другому, да. Так, ну, конечно, я хочу спросить, опять же, ты, наверное, поделишься именами своих учеников, но я знаю, многие уже начали показывать результаты, есть и чемпионы Европы, по-моему, да, и чемпионы, и чемпионка мира, да, или я ошибаюсь немножко. Да, у меня был восени очень приятный день, чтобы трое моих вихованцев получили медали на чемпионат Европы с грабиду, с плитцем, трое в один день, ну, это для меня был святковый день, и, действительно, не так часто в карьере, в моей карьере такого не было, чтобы трое детей в Европе взяли нагороди, ось. Но они только начинают свой шлях, им еще много работать, я когда сказал, что не надо давать какие-то там сразу авансы, где-то сейчас кто-то может не показывать каких-то результатов, а потом он станет как Юра Криворучка, ну, он был первым номером по рейтингу в Украине, в певные моменты, даже, випереджая таких фантастических шахистов, как Василий Иванчук, фантастических шахистов Руслан Пономарьова, и многих других. А он не был известен до 10 до 12. Поэтому ситуация не передбачена, как это будет развиваться, но я вижу много хороших, здоровых детей, я наслаждаюсь. Вот это то, ради чего я вернулся из Эмиратов, это то, что мне там бракировало, там мне было в души, и я чувствую, что я не проживаю той день без какой-то пользы, что я принесу кому-то, что я кому-то нужный. Ну да, я вот тоже немножко подготовился, прочитал твои интервью, и ты, в принципе, говорил, что есть какой-то, ну, какой-то есть пласт, скажем так, потерянного поколения, юношеского, да, вот, ну, это вот сейчас, мне кажется, ощущается это вот у нас двадцатилетки, да, вот где-то у нас нет такого, того, что было там, где сейчас, ну, как бы, медали у нас по юношам всегда были, а сейчас у нас так, ну, скажем такой, есть небольшой, то есть, немногие берут медали, и каждая медаль уже у нас, как-то на счету, да, вот, и сейчас, и сейчас прошел процесс новый, тоже, мне кажется, то, что наши ребята начинают уже, вот, там, десятилетки, двенадцать лет уже, уже, окрепли, да, и, возможно, скоро и действительно будет, скажем такой, вольются в сборную мужскую и женскую, возможно, вот, ну, все-таки хотелось пару фамилий, если, если возможно, я вважаю, что очень важный момент, что у нас в Украине слабшая, слабшая ланка, у нас есть прекрасные фаховцы, которые работают с початками, много фаховцев, фаховцев, дякуем им за их невдящую справу, невдящую тому, что их прозвища рідко коли згадываются, и мало кто им дякует, и, ну, насправді, они вносят свою очень большую работу, и часто про них забывают. Потом есть очень большой пласт фаховых тренеров, которые доводят до майстров, кандидатов, это тоже есть много таких квалификованных людей, и это тоже наша сила. Но очень часто у нас встречаются фантастические, талановые дети, которые выиграли всех, уничтожили всех на этих геннадских первостях Европы, я могу вспомнить такие прозвища, Ильи Нижника, и много, Бортник прекрасно выступал, Ярослав Жеребук, Саша Япатов, и потом они уже не доводятся до топа, не доводятся, потому что десь бракует какой-то человек, которая была бы рядом, которая бы сделала какие-то правильные вещи, где-то что-то порадила, они потом вертаются в шахи, записывают лекции, играют в турнирах, проводят тренированные кампы, но они витрачают свои лучшие часы на поездку и какую-то освоту, которая им не является не очень необходимой. Они не работают за фахом, то есть они оставили шахи ради того университета, а потом на выходе чем занимаются, занимаются шахами. Так, возможно, кто-то мог бы им в свой час порадить, слушать, у тебя есть фантастические перспективы, у тебя есть фантастические будущие в шахах, не лишай цели, продовжусь, иди своей дорогой, иди до межи своих результатов, и это то, что тебе подарил Бог, это твой талант, ты не середнего уровня менеджер в каком-то экономике, ты топовый шахах, и мы втрачаем много талантливых детей, и, как раз тут федерация шахов могла бы очень сильно впливать. Она могла бы подписывать контракты с этими молодыми шахистами, обеспечивать их тренерской помощи, обеспечивать их проведение этих турниров под этих самых-самых-самых наших плановитых дедачок, и вот в тот момент их дать последний поштовх, и виштовхнуть их на самый верх, и таким чином мы бы их не втрачали, они бы не лишали шахов, ось, это, мне кажется, очень возможно. Ну да, тут не только усилия, тут действительно и финансовая тоже составляющая имеет большое значение, потому что чем дальше ты движешься, тем больше и затрат не только усилий, но и финансовых требует, опять же, там, те же сильные тренера тоже, они стоят тоже больших, ну, ну, не больших, но в принципе тоже денег стоит, они тоже ценятся, да. Опять же, наши тренера везде ценятся, и опять же, если пересчитать, сколько работает украинцев с разными командами, с разными сборными, я думаю, это десятка-два где-то, да, где-то так примерно, да, может и больше, да, может и больше, да, есть у нас тренерская школа, есть у нас, есть у нас талантливые ребята, нам надо финансирование, меценаты вы где? Ну, финансирование, я думаю, что организационные какие-то речи тоже, тут иногда не все можно сделать грошима, мне кажется, ну, например, то, что я пройшел с тими хлопцами, которые сейчас стали гроссмейстерами, они не были батьки их олигархами, они не мали великих финансов, есть вещи, которые можно сделать, ну, окей, не бесплатно, но очень, очень на бюджетном уровне, ось, но все равно должна быть поддержка моральная, должна быть поддержка организационная, должна быть шанс достигнуть чего-то, равные условия, что они видят какую-то перспективу в том, то есть, должна быть какие-то вещи, которые им где-то немного поддерживают, вот, мне кажется, что хотя бы так. Ну, да, я довольно таки долгое время работал с Кирилом Шевченко, я вот столкнулся с такой проблемой, именно проблемой турнира, вроде как все нормально, тренируемся, все это есть, вот, а турниров-то нет, ну, практически нету, то есть, ну, и это да, и действительно, и приходилось там родителям объяснять, что надо действительно вывозить, куда-то ехать, но это тоже, как бы на плечи родителей легко, да, и действительно, такая поддержка была не лишней, опять же, ну, без соревновательной деятельности, мне кажется, это очень тяжело, скажем, вырастить в сильного шахматиста, вот просто сидеть и заниматься. Я скажу, не могу новое, чтобы все туда сели, они створят атмосферу, они много что навчатся. То есть, 15-20% этих призового фонда, даже 10, отдайте детям, отдайте на организацию этого соревнования. Кожна федерація областная должна, мне кажется, это марка областной федерації раз в год провести какие-то хорошие соревнования, где и члены той областной федерації имеют возможность турнировой практики получить дома, не витрачая деньги на поездку. И когда у нас будет такой, как ты, напевно, помнишь, в Польше 90-х годах, там Свидница, Паляница, Бидгаш. Целый тур был, несколько турниров. Да. И когда у нас еще дети будут мать возможность не ехать, бог знает куда, там и десь витрачать гроши на харчувание, проживание, а сести турнир, зіграть в Львове, в Киеве, в Миколаеве, в Одессе. Все. Мы тогда им не финансовую поддержку, мы им организационную поддержку, и они будут мать возможность с сильными шахистами, конкурировать. И это очень важно, мне кажется. Так, ну что, есть ремарка от наших зрителей. Виконавчий директор ФШУ ГНИП на стратегической нараде, на которой вы разом с вами брали участь, заявил, что они отримают финансирование, только на национальную сборную, а все другие вопросы ее не обходят. Про какую опеку молодых шахистов из федерации вы тогда скажете? Ну, это, мне кажется, вопрос больше к федерации, давайте отнесем. Вот. Есть много моментов, которые можно поселить и улучшить. Я думаю, что все они присутствуют. Мы должны все разом работать. У нас, как я сказал, Украина, это не вертикаль, не там, где одна человек цар и решает все за всех. И слава Богу, что у нас не так. У нас есть много осередков. И если каждый осередок немного улучшает свою деятельность, то мы на выходе имеем вот эту эпоху 90-х этих наших успехов украинских шахов. Воно было не потому, что был президент федерации БИК или президент федерации Петров. Воно было потому, что были осередки в разных местах, были какие-то организаторы. Были силы и желания этим заниматься. И действительно, это, мне кажется, это главное. Так. Ну, вопрос у меня такой, опять же, вопрос от твоей семьи. Вот. Интересно познакомиться. В принципе, я немножко знаю. Ну, как у меня супруга говорит, одного шахматиста и так достаточно в семье, да? Ну, вот. У тебя побольше все-таки. Познакомь нас со своей семьей, да? И, может, пару слов. Как живется? Я очень благодарен шахам, что они помогли мне создать мою семью. Потому что, моей дружиной стала моя ученица Мирослава Яковчик, его еще прозвище. Познайомились мы тоже, благодаря шахам. Потому что, мама моего учня, Михаила Олексиенко, была знакома с мамой Мирославой. Они как полежанки десь там радились. И она рекомендовала маме вернуться до меня, тренироваться. Какие-то, я любила тот вид спорта. Чтобы она присвячила какой-то час, анализу, думанию. Чтобы воно допоможе ей в жизни, на мой взгляд. И так же, мой трехречный сын пробует с коней, слонами ходить. Мне кажется, это прекрасный инструмент шахи для развития детей. И я счастлив, что мой дядь мне этого навчал. И это дал моему жизни какую-то идею, какую-то линю. Да. У меня такой вопрос. А ты сам тренируешь дочку? Она сейчас ходит на мои занятия. Я не был ее первым тренером. Я, до речи, не считаю, что много многих есть такая позиция у детей. Они думают, что вот этот чувак топовый, значит, он должен научиться его ходить конем, потому что он знает, как ходить конем правильно, а все остальные не знают, как ходить конем правильно. Я не поддерживаю такую позицию. У каждого уровня должен быть свой тренер. Тобто, я не брался вчити, как фигури ходят в свою дитину. У меня дружина прекрасно занимается. Зараз она ходит до меня на занятия, хотя ситуация тату тренер детей научит, она не так сильно працюет, как хотелось бы. Но если бы тренер не тату, то она может быть больше слухала, и какие-то мы проводим, когда она ходит до других тренеров, может они имеют лучше ключик той души, чтобы ее открыть, наполнить отчет. Ну я надеюсь, все это как это перерастет и все будет отлично. Опять же, да, у меня в принципе такая же ситуация, да, моя дочка тоже занимается, и тоже я считаю, ну как бы не в приоритете, я считаю, что надеюсь, что она и дальше будет, скажем, шахматы ей помогут по жизни, поэтому скажем так, не совсем это приоритет. Так, ну что, отличное интервью, не знаю, уже, видимо, опять же, семья немного заждалась, да, на вечерю, вот, я не знаю, давай, может быть, твой взгляд, скажем так, на будущее шахматы в Украине, и, ну, может быть, что бы хотелось поменять, что бы хотелось сделать нового? Ну, я, вообще, ты мистичная людина, я, я вирю, завжди в самое, самое хорошее, и я впевнен, что у украинских шахов есть хорошее майбутнє, есть много людей, фаховых, которые занимаются этими шахами в разных местах, я могу много назвать прозвищ, и, очень, сейчас, очень хорошая хвиля, что приходят молодые хлопцы, молодые организаторы, молодые президенты федерации, реконавцы директора федерации, молодые тренеры, которые, которые дают фантастично правильный поштовх в том, всему, потому что, в какой-то момент у нас трошки то было ЦК КПСС, генеральный секретарь, и, и решта хлопцев, которые там по 75-80 лет, это заслуженные, поважные люди, я поважаю, но мне кажется, что новый импульс так же очень важен, чтобы влить в шахи, в областной федерации, федерацию шахов Украины, в детские школы, и это сейчас происходит, поэтому, я думаю, что это будет, принесет результат. Ну, отлично, на этой оптимистической ноте мы можем и завершить. Спасибо, Володя, действительно очень интересно, очень много интересных мыслей, я вот на последнем интервью с Назаром, его вообще было не остановить, вот, он бы и говорил, и говорил бы, да, опять же, да, у нас есть какое-то время трансляции, ну что, был рад, опять же, удачи, удачи твоим ученикам, опять же, будем обязательно следить за успехами, да, и действительно, я считаю, что очень правильно, что ты вернулся, это плюс для украинских шахмат, это точно. Я тоже хотел бы благодарить, что вы сейчас делаете хорошую работу, и как Федерация шахов Киева, и деятельность Академии, потому что это очень классно, что мы имеем такие инновации, можно что-то посмотреть про шахи, можно послушать кого-то, много чему научиться, что у нас надо вам продолжать, я уже тебе сказал, что вы сейчас научитесь готовить чудовище, да, когда каждый раз хочется еще что-то добавить, еще покращать, оно увеличивается в размерах, чудовище есть, 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 конечно, это требует величезных усилий, и продолжить вам протриматься, натхнение, чтобы вы... дякую, будем работать, да, опять же, главное, это приносит удовлетворение, то есть, приносит какие-то положительные эмоции, и это, мне кажется, главное, и это стимул, чтобы дальше работать. Спасибо, тогда будем прощаться, спасибо большое, дорогие зрители, что нас смотрели, опять же, мы будем и продолжать, я надеюсь, эти передачи, да, и будут у нас новые интересные, собеседники, вот, всем до побачения, и до новых встреч! Доброй ночи!